Уважаемые дамы и господа, уважаемые члены общественной палаты, уважаемая Наталья Владимировна, я благодарю всех членов общественной палаты, руководителя, за предоставленную мне возможность выступить перед вами. Это крайне важно, поскольку вижу в общественной палате вместе с представителями средств массовой информации четвёртую власть. Это очень важно, потому что это власть общественного мнения. Мы же все представители общественного мнения тех людей, которые живут в Владимирской области. И эта власть показала свою силу на этих выборах, свои возможности, что тоже немаловажно, и мы все это увидели. И сегодня это заседание, первое заседание после выборов губернатора, депутатов законодательного собрания. Поэтому я, наверное, уместно выскажусь о ходе выборов, об их результатах, которые, надо признать, для многих оказались неожиданностью. И нечего нам это скрывать, надо жить честно и открыто. Выборы показали, что становление и взросление гражданского общества в Владимирской области – это свершившийся факт, тоже это надо признать. Люди доказали, что выборы являются работающим инструментом для мирной, спокойной смены власти, подчеркиваю, спокойной смены власти, без эксцессов, без демонстраций, без митингов. Люди, приходя на избирательный участок, сами выразили свое желание поменять власть. И в этом самый главный результат случившегося, то, что мы все с вами увидели. Была ли предвыборная борьба честной и равной? Я считаю, что в полном объеме, не было, действующая на тот момент региональная власть активно применяла административный ресурс в той или иной степени. Будем ли мы, я подчеркиваю, мы – это администрация Владимирской области, я, как высшее должностное лицо, разбираться с этим? Возможно, с самыми бопиющими фактами будем разбираться. Но в целом сейчас не до этого. Мы все это уже с вами прекрасно понимаем. Надо, не теряя ни минуты, ни одного дня, заниматься самым главным, чем занимается и должна заниматься администрация Владимирской области и губернатором. Это работа на благо жителей Владимирской области. Вот и все. То есть это экономика, это социальная сфера. Важнее в данном случае не сами по себе вот эти разбирательства, разборки, а важнее гарантия того, чтобы в области это больше никогда не повторилось. И я здесь буду являться гарантом, чтобы это было последний раз, когда это происходило, вот в таком виде, то есть в жестком, не жестком. И это очень важно, что административный ресурс в пользу той или иной партии, мое мнение, больше или того или иного кандидата не должен больше применяться. И это тоже правильно, потому что голосуют люди, и они сами должны определять, кто станет кандидатом, какая партия победит. И это очень важно. Поэтому еще один важный момент. Гарантия, что чиновники, врачи, учителя, работники культуры и социальной сферы никогда впредь, и это, я считаю, абсолютно нормально, не должны принудительно или добровольно принудительно привлекаться к агитации за отдельно взятую партию, стоящую, например, в тот или иной момент у власти. Причем я, видите, не называю партию. Понятно, что я отношусь как член партии ЛДПР, и ни в коем случае вот этот принцип, о котором я говорю, не должен воплощаться в жизнь. Потому что человек должен, приходя на избирательный участок, голосовать так, как он считает нужным, и принуждать его к изменению своего собственного мнения ни в коем случае нельзя. Далее. Нужна гарантия того, что региональная власть никогда не будет под угрозой каких-либо санкций требовать нужный результат, и вот это очень важный момент, от органов муниципальной власти, от избирательных комиссий ни в коем случае, ни в коем случае. Такой гарантией может служить только одно – это установившаяся, вот как я и говорю, традиция по отношению и к муниципалитетам, и по отношению к тем людям, которые работают вот в тех сферах, о которых я сказал. Дальше. Значит, со своей стороны я гарантирую, что сделаю все от меня зависящее, чтобы такая традиция установилась, а вот данные перечисленные моменты, о которых я сказал, никогда не повторились. Далее. Ставшие неожиданными для многих результатов выборов показали также, что наше гражданское общество развивается намного быстрее, чем его институты. Это тоже надо признать. И в этом ничего страшного нет, потому что меняется мир, меняется наша страна, и в том числе меняется психология людей и жизнь в Владимирской области. Как получилось так, что назревшее в области вот это колоссальное, ну, определенное недовольство, я не назову его колоссальным, действующей региональной власти никоим образом не озвучилось и в полном объеме, это озвучено, но в полном объеме не транслировалось различными общественными организациями, в том числе общественной палаты. Я считаю, вот здесь необходимо двигаться вперед, и думаю, что для руководителя общественной палаты, очень уважаю Наталью Владимировну, как профессионального руководителя общественной палаты, так и для всех присутствующих в зале, это очередная и очень важная пища для размышлений. Я считаю, что власть заинтересована в том, чтобы институты гражданского общества чутко реагировали на общественное настроение. Это очень важно, потому что мы живем в современном мире и должны предвидеть даже те события, которые могут произойти. А вы, как профессионалы, тем более должны это видеть, потому что вы представители общественности. И мы должны вовремя сигнализировать о возникающем напряжении вот там вот, за окошком. Это тоже очень важно, потому что лучше вас этого никто не знает. И это и есть самая лучшая защита от тех потрясений, которые, возможно, могут произойти. Рассчитываю, очень рассчитываю на то, что общественная палата в дальнейшем активизирует свою работу вот в этом направлении, будет действовать более смело. И я, как губернатор, всегда готов это только приветствовать открыто и конструктивно. Исполнительной власти очень нужна помощь общественников. И это я заявляю, как губернатор. В виде прямого канала вот эта вот помощь нужна с обществом, а вы являетесь представителями общества, общественных организаций. Нужна, подчеркиваю, конструктивная критика. Понятно. Конструктивная, подчеркиваю, критика, чтобы было понятно, за что критикуют, кто критикует и по каким причинам. С целью повышения эффективности работы областной общественной палаты и достижения ее реальной независимости от органов государственной власти, понятно, я о чем говорю, все понимают, я предлагаю создать нераздутый, небольшой, низкозатратный, но все же свой собственный аппарат, чтобы вы ни от кого не зависели. Так или иначе, с большим или меньшим успехом, сейчас ведь кто-то эту работу выполняет, мы понимаем, кто. Но вот эта взаимосвязь с теми, кто выполняет тебе работу, она может приносить определенные минусы в работе общественной палаты. Потому что кто, как говорят, музыку заказывает, там и танцы происходят. Далее, значит, и у меня есть определенные предложения, каким образом создать аппарат общественной палаты путем минимальных, подчеркиваю, организационных усилий. Это отдельная тема для разговора, но я для этого предлагаю не мое мнение послушать, и не может быть даже не руководителя, а создать коллективный орган для того, чтобы принять правильное решение, то есть, например, рабочую группу из представителей администрации области, законодательного, конечно, собрания и общественной палаты, для того, чтобы разработать вот этот механизм, той структуры, которая будет помогать вам в вашей работе, чтобы вы ни от кого не зависели. Это очень важно. Далее. Значит, при всей важности общественной палаты, считаю неправильным, что взаимодействие власти с гражданским обществом у нас свелось к, как бы я не уважал вашу структуру, абсолютно, потому что, как я и сказал, мой путь начался отсюда, к единственному институту. Поэтому предлагаю, значит, то, что сейчас существует на бумаге, общественный совет по взаимодействию с институтами гражданского общества, вы знаете, он есть, при губернаторе области фактически не работает. Не работает. Да, поэтому мое мнение, что его работа должна быть возобновлена в самое ближайшее время. И я не вижу здесь угрозы дублирования функций. Абсолютно нет. Потому что функция общественной палаты – это одно, функция совета – это другое. Общественная палата – это совершенно независимый от власти орган и структура, а общественный совет работает при губернаторе. Поэтому разделение тех результатов, тех действий, они здесь присутствуют. Это, по моему мнению, совершенно иной статус, который с одной стороны задает определенные рамки, с другой стороны открывает новые и дополнительные возможности для общественников. В качестве параллели могу привести пример Общественной палаты Российской Федерации и Совета по правам человека. Вот, пожалуйста, две структуры. Никто никому не мешает, и получается максимальный эффект для развития России. А здесь будет для Владимирской области в частности. Дальше. Я считаю, что данная здоровая состязательность в эффективности работы между двумя институтами гражданского общества послужит на пользу дела. Подытоживаю выступление. Хочу пожелать вам очень успешной, плодотворной работы на благо жителей Владимирской области. Я готов вам помогать всячески в вашей плодотворной, нелегкой, но очень ответственной работе. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...